Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». И веду ее сегодня я, Гуляра Сиддикова. И мой собеседник сегодня — директор Центра социального обслуживания населения «Альтаир» Альфия Касымова. Здравствуйте! Расскажите о деятельности Центра. Автономная некормическая организация Центра социального обслуживания населения «Альтаир» создана в процессе реорганизации государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения». «Альтаир» предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания населения на дому гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в соответствии с Федеральным законом РФ 442 ФЗ от 28 декабря 2013 года и Федеральным законом Республики Башкортостан от 27 ноября 2014 года. Действуем на основании устава и на основании договора о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, заключенным с Министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Ежегодно участвуем в конкурсе, проводимом Минтрудом Республики Башкортостан, в рамках которой на текущий год выполняется соответствующее государственное задание. Мы оказываем различные виды социальных услуг, это социально-бытовые услуги, социально-медицинские, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, социально-правовые, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, получателям социальных услуг. Основным персоналом Альтаира являются 36 социальных работников, 13 из них работают в городе, и 23 человека оказывают социальные услуги на селе. Нагрузка на одного социального работника составляет 14-16 человек. Все социальные работники обучаются на курсах повышения квалификации по оказанию первой доврачебной помощи. Хотелось бы более подробно остановиться на видах оказываемых услуг. Социальные бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности гражданина в быту, это покупка за счет средств получателей, доставка продуктов питания на дом, промышленных товаров первой необходимости, средства санитарии и гигиены, уборка жилого помещения. Сюда входит также приготовление пищи и помощь в приготовлении пищи, обеспечение водой гражданина на дому. Это в основном услуга у нас пользуется в сельских поселениях на селе. Социально-медицинские услуги направлены на поддержание и сохранение здоровья получателя услуг. Сюда входит измерение артериального давления, контроль за приемом лекарств гражданина, закапывание капель в глаза, вызов врача на дом, обеспечение лекарственными препаратами, а также сопровождение в медицинскую организацию и помощь в госпитализации получателя социальных услуг. Социально-психологические услуги направлены на поддержку и коррекцию психологического состояния получателя. Она выражается в форме беседы, в форме общения с нашими обслуживаемыми и проводится она периодически. Социально-правовые услуги выражаются в помощи в оказании получения бесплатных юридических услуг. Социальные работники помогают в оформлении документов или восстановлении, а также посильную помощь оказывают по оформлению документов по оказанию мер социальной поддержки. Предоставление социальных услуг по дневному уходу за детьми-получателем социальных услуг. Основанием для рассмотрения вопроса о принятии гражданина на социальное обслуживание являются поданные гражданину письменные заявления в уполномоченный орган по признанию гражданину нуждающимся в социальном обслуживании. В Виноульском районе уполномоченным органом является межрайонный центр «Семья». Межрайонный центр «Семья» принимает решение либо о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, либо об отказе в социальном обслуживании. И на основании принятого решения составляется индивидуальная программа реабилитации для каждого гражданина, для каждого получателя социальных услуг, в которой указываются виды, формы, периодичность, сроки оказания услуг и в рамках которой составляется перечень оказываемых социальных услуг. Индивидуальная программа реабилитации является основанием для заключения договора о предоставлении социальных услуг с получателем услуг. И также на основании этого договора, на основании индивидуальной программы реабилитации, составляется перечень оказываемых исполнителям социальных услуг. Индивидуальная программа реабилитации заключается не реже, чем один раз в три года. Социальные услуги на дому в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно получателям услуг, среднедушевой доход которых ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода гражданина для получения услуг бесплатно, установленной в Республике Башкортостан. На социальном обслуживании находится 628 граждан, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, из них 299 по городу и 399 на селе. На обслуживании находится 229 инвалидов, 23 ветерана Великой Отечественной войны, 22 семьям оказываются услуги по дневному присмотру и уходу за детьми до 3 лет. В текущем году предоставлено более 86 тысяч услуг, из них 20 800 дополнительных социальных услуг. С 2017 года действует услуга «Социальная няня» — это кратковременный присмотр и уход за детьми до 3 лет. Кратковременный присмотр и уход за детьми осуществляется социальными работниками. Иметь специального педагогического образования для этого не требуется. Эта услуга позволяет решить проблему родителей в период невозможности самому или своим родственникам оказывать данную функцию. Это помогает родителям увеличить период свободного времени для решения своих проблем. Возможно, это будет посещение в поликлинику или в другие социальные учреждения. Не каждый родственник, бабушка, дедушка, брат или сестра могут посидеть с детьми, и в этот период как раз родители могут обратиться за помощью социального работника. Социальный работник оказывает эту услугу не более двух раз в неделю. Продолжительность услуги составляет от 105 до 135 минут, то есть более чем 2 часа. Родители с детьми-инвалидами эту услугу могут получать независимо от возраста ребенка. Любой родитель может обратиться? Или определенные требования есть? Кому оказана будет эта услуга? За услугой может обратиться любой родитель, независимо от возраста ребенка. Единственное, если это ребенок здоровый, то мы оказываем услуги по кратковременному присмотру ухода за детьми до 3 лет. А если это ребенок-инвалид, то услуга предоставляется независимо от возраста ребенка. У нас есть свой официальный сайт, веб-страница ВКонтакте, где мы периодически размещаем и отражаем нашу деятельность и выкладываем новостную информацию. А потребность возрастает? В ходе большее количество людей обращаются к вам или примерно одинаково ежегодно? Ежегодно обращается примерно одинаковое количество граждан. На начало года обычно у нас бывают свободные места, но в течение года эти места заполняются. И граждане либо сами обращаются за помощью социального работника, но также мы и сами выявляем нуждающихся в социальном обслуживании на дому. Поэтому периодически ведется у нас работа и с сельскими поселениями. Как изменилась работа вашей организации в этом году с началом пандемии? В условиях пандемии социальные работники не прекращали свою работу, а работали в обычном режиме. Наравне с медиками они были отважными бойцами и также первыми приняли нагрузку на свои плечи. С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции социальные работники работали в составе выездных мобильных бригад. По осуществлению поквартирного обхода за гражданами, прибывшими из неблагополучных стран и регионов России, контактировавших с заболевшими. На особом контроле граждане 65+, хроническими заболеваниями, их было более 6 тысяч человек, для работы с ними были привлечены работники культуры. В условиях пандемии 308 гражданам, находящимся на изоляции, одиноко проживающим, оказывались услуги по доставке продуктов питания на дом, покупке лекарственных препаратов, выносе мусора, покупке промышленных товаров. Все социальные работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Запас имеется. На финансовое обеспечение затраты. По работе по профилактике новой коронавирусной инфекции за счет средств из бюджета Республики Башкорстан выделены средства в сумме 128 тысяч, а также за счет средств из федерального бюджета выделены субсидии в размере 288 тысяч рублей на приобретение индивидуальных средств защиты. Мы приобрели маски, перчатки, дезинфицирующие средства, приобретен облучатель бактерицидный для обработки кабинетов, а также бесконтактный термометр. На сегодняшний день социальные работники работают в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Ваша организация неоднократно за последние годы становилась победителем в конкурсах на грант президента Российской Федерации. Расскажите подробнее. Наряду с основной деятельностью мы активно участвуем также в различных конкурсах и грантах. Основное грантовое направление – это социальная поддержка и защита граждан. В 2017 году в рамках всероссийского конкурса «Активное поколение» с проектом «Умелые руки» прошли конкурсный отбор. Средства в сумме 42 тысячи рублей предоставлены благотворительным фондом «Хорошая история» города Самары. В Доме пионеров и школьников организованы еженедельные занятия для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья по рукоделию. В рамках проекта с пожилыми людьми-инвалидами проводились еженедельные занятия – декупаж, скраббукинг, академическая живопись, познали технику «Пейп-Арп» и новую технику «Терра». В процессе занятий пожилые люди улучшают свое настроение, приобретают новых друзей, а также они своим опытом уже могут поделиться со своими внуками и с другими родственниками. В 2018 году во всероссийском конкурсе социальных видеороликов «Наше сообщество» заняли призовое место. Альтаир награжден дипломом Общественной палаты Республики Башкортостан. По итогам всероссийского конкурса социальных инноваций и качества услуг по проекту «Спорт и отдых» Альтаир награжден дипломом и памятным знаком «Лучшие дети». Проектом планировалось организовать бесплатный досуг детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из неполных и многодетных семей, катанием на роликах, лыжах и коньках. Проект получил положительную оценку в системе добровольной сертификации, работ, услуг для детей и подростков. В буклете Общественной палаты Республики Башкортостан имеется информация о нашем проекте. В рамках проекта «Спорт и отдых», выигранного в конкурсе президентских грантов, на территории МАУФИС «Юность» установлена спортивно-оздоровительная площадка с уличными тренажерами. Проектом сумма гранта составляет 384 тысячи, на территории установлено 10 уличных тренажеров, турник, лабиринт, а также для отдыха и игры в шахматы или в шашки установлена беседка и скамейки. Вход на площадку свободный, наши тренажеры не требуют каких-либо усилий, и поэтому на этих тренажерах могут тренироваться люди с ограниченными возможностями. Занятие на тренажерах для инвалидов дает прекрасные реабилитационные и тренировочные эффекты. Площадка у нас открыта и доступна для всех желающих заниматься спортом. В Инаульском районе наблюдается большое количество пожилых людей, ведущих здоровый образ жизни. Проект пользуется успехом и спросом. Приятно наблюдать, что люди посещают эту площадку, занимаются. В рамках конкурса, проводимого Министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан, победили с общественной значимой программой прокат технических средств реабилитации. Выделены средства в сумме 120 тысяч рублей. На приобретение технических средств реабилитации на эти средства приобретены 48 единиц технических средств реабилитации. Это коляски инвалидные, ходунки, трости, костыли подмышечные. В пункте проката во временное пользование выдаются технические средства реабилитации гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а именно инвалидам, состоящим в очереди на получение технического средства реабилитации до момента на получение постоянного пользования. Инвалидам, имеющим неисправные технические средства или подлежащие ремонту на период ремонта или обслуживания, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, по медицинским показаниям, перенесшим травму, хирургические операции, на период реабилитации. Прокат у нас действует с сентября 2019 года. До сих пор она продолжается и пользуется спросом у населения Наульского района. Люди обращаются, технические средства у нас всегда имеются в наличии. Основные принципы, на которых строится работа проката, это доступность при выдаче технических средств, безвозмездность. Услуги у нас оказываются на бесплатной основе. За период работы с сентября 2019 года услугами пункта проката воспользовались 65 человек, из них 35 инвалидов. Нуждающиеся в услугах проката могут обратиться к нам в Альтаир по адресу город Янау, улица Советская, 21, кабинет 116. Для получения гражданина технического средства реабилитации по медицинским показаниям гражданин предоставляет справку от врача или справку врачебной комиссии о том, что данный гражданин нуждается в определенном средстве. В случае обращения инвалида за услугами проката он должен предоставить копию паспорта, а также индивидуальную программу реабилитации. Если обращается гражданин по медицинским показаниям, предоставляется справка от врача, либо справка врачебной комиссии. С копией паспорта в рамках конкурса президентских грантов по проекту «Золотые руки» предоставлен грант в сумме 220 тысяч рублей на создание творческого клуба «Золотые руки» для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В Доме пионеров и школьников организованы еженедельные занятия по декоративно-прикладному творчеству. С июля 2019 года с участниками проекта проведены занятия по изготовлению поделок из фоамирана, познали смешанную технику дизайн-студия, новую технику алмазной вышивки. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации работа клуба была приостановлена и с сентября вновь клуб заработал. С сентября месяца проводились занятия с пожилыми людьми по скраббукингу, продолжались они в течение двух месяцев. Буквально на этой неделе у нас было последнее занятие, который стал завершающим этапом в реализации проекта «Золотые руки». Участницы клуба с большим желанием посещали занятия и вновь они просят у нас продолжить этот проект. В результате поделки наших участниц получались необычайно красивыми и дали положительный эмоциональный эффект. На протяжении всего проекта «Золотые руки» с нашими рукодельницами занимались педагоги дополнительного образования Дома пионеров и школьников Оксана Хусаиновой и Лилия Шарафиева. Практическая часть проекта завершена, поставленные задачи выполнены, контрольные ключевые точки достигнуты. Следующее наше достижение – это выигранный грант в рамках конкурса главы Республики Башкортостан с проектом «Продвинутость времени пожилых». Сумма гранта составляет 140 500 рублей. С августа организованы еженедельные занятия для пожилых людей по обучению по компьютерной грамотности. В рамках проекта планируется обучить пожилых людей по приобретению базовых навыков использования компьютера и сети интернет. Организованы еженедельные занятия для пожилых людей и планируется организовать обучение в 8 групп из 6 человек пожилых людей. В результате проекта пожилые люди научатся пользоваться государственными услугами, получать интерактивную помощь, в процессе общаться со своими близкими родственниками в сети интернет. Занятия ведутся уже с августа месяца. Обучает компьютерной грамотности педагог, учитель гимназии Лариса Карамова. Первая группа пенсионеров уже получили базовые навыки. На сегодняшний день обучается уже вторая группа пенсионеров. Планируется провести занятия до конца мая 2021 года. Хочу сказать, что проект пользуется большим спросом. Очень было много желающих обучаться компьютерной грамотности. До сих пор нам звонят, записываются. Но мы, конечно, никому не отказываем, пока записываем. Изначально, когда выбираете тему грантов, как возникают идеи? Мы, конечно, продумываем все идеи, которые считаются более распространенными, учитываем желания пожилых людей. Мы в процессе своей деятельности постоянно общаемся с пожилыми людьми. И даже если тема продвинутости, тема обучения компьютерной грамотности вроде бы уже не такая новая, но желающих очень много, по крайней мере, в Винаульском районе желающие есть. И проект успешно реализуется. И надеюсь, что мы к концу реализации проекта достигнем все свои цели и поставленные задачи. Ну и хочется сказать о нашем новом гранте. Это грант, полученный в результате конкурса президентских грантов Российской Федерации. Проект «Волшебная комната». Предоставлен грант в сумме 495 тысяч рублей с целью создания сенсорной комнаты в отделении реабилитации детей и подростков в Винаульском районе и города Инаул. На сегодняшний день сенсорное оборудование приобретено, установлено и начались уже первые занятия. Сенсорное оборудование рассчитано для детей от 2 до 18 лет с различными нарушениями в развитии. Это дети с ДЦП, с аутизмом, аллолеей, с различными рода нарушения психофизического развития, с сенсорными, речевыми, двигательными и другими особенностями. Для оснащения волшебной комнаты использовано разнообразное оборудование, обладающее релаксирующим или стимулирующим действием. Особенно хочется отметить то оборудование, которое обладает релаксирующим действием. Установлен угловой фибероптический занавес «Волшебный шатер», где ребенок может чувствовать себя в полном покое и в полной релаксации. Комната оформлена в стиле «Космос», установлены светонепроницаемые шторы «Космос». Полооформлен ковром «Звездное небо». Также приобретены пуфы для отдыха и для работы педагога со своим подопечным, для проведения занятий. Приобретен большой набор аутизм и стимуляция. В эти наборы входит разнообразное количество игрушек, интерактивные игрушки, интерактивные наборы игрушек, свето- и звукоговорящие игрушки, говорящие книги, очень много кубиков, конструкторов. Установлена интерактивная акустическая панель для занятий с детьми. Панель очень вызывает положительный эмоциональный эффект. С большим интересом каждый ребенок будет познавать каждый вид нового сенсорного оборудования. В результате реализации проекта, я думаю, будут положительные изменения в динамике, в развитии детей. Будут довольны дети, будут довольны родители. Потребность высокая была в данном виде оборудования? Идея создания сенсорной комнаты возникла в связи с тем, что в Винаульском районе еще нигде нет сенсорной комнаты, тем более с таким большим количеством оборудования именно для наших детей, для особенных детей. И при создании проекта проводился опрос среди родителей, и многие родители проголосовали положительно. В условиях сенсорной комнаты детей будет сопровождать психолог отделения реабилитации Гульшат Гарипова, прошедший курсы повышения квалификации именно по этой тематике. Реализация проекта до конца ноября 2021 года. Ну и наряду с реализацией наших проектов и грантов основную деятельность мы также продолжаем вести, оказываем социальные услуги нашим обслуживаем. Ну и в дальнейшем, в будущем, хотелось бы, конечно, еще заявиться с проектами по прокату технических средств реабилитации. Есть желание расширить пункт проката, возможно, мы продумаем в будущем наш следующий будущий проект. А также, учитывая желание наших рукодельниц, творческого клуба «Золотые руки», продолжим этот проект, продумаем еще новые виды декоративно-прикладного творчества. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала директор Центра социального обслуживания населения «Альтаир» Альфия Касымова. Спасибо за внимание. До свидания. Уплатите налоги не позднее 1 декабря. Налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, НДФЛ, неудержанный налоговым агентом. Получить свое налоговое уведомление просто. В почтовом отделении по месту жительства, в любом отделении многофункциональных центров, в личном кабинете налогоплательщиков, в любом налоговом органе. Уплатить налоги просто. Через личный кабинет налогоплательщиков, через сервис уплата налогов и пошлин на сайте ФНС России, через единый портал государственных услуг, в платежных терминалах, банках или почтовых отделениях. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. А почему в сказках всего по три? Три богатыря. Три поросенка. Три желания. Потому что три – счастливое число. А нас двое. Ладно, будет вам третий поросенок. Пока ты! Чисел много. И какое счастливое решать вам. А я слышал, счастливое число семь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok